Всем привет, ребята! С вами Джама. Как у вас дела? Я очень-очень соскучилась по вам, ребята. Соскучилась вообще по снятию мейкап-тутториала. В последнее время много чего произошло. Поменяла я свой имидж, поменяла полностью, как стала блондинкой, но не мозгами. В общем, поменяла свой дом. Точнее, мы переехали в новый дом. Очень надеюсь, в следующий мейкап-тутториал будет в более светлом помещении, не как раньше, в темном. В общем, надеюсь, вам понравится. Ах, да, про туториал. Недавно я выставила фотографию в инстаграме, и этот мейкап многим понравился. И моя сестра написала, почему бы не снять видео? Так я думаю, и правда, почему бы нет. Я иногда правда забываю, делаю мейкапы, вдохновляюсь. Фото, а про видео забываю. И подумала, нужно это снять, потому что через неделю мог бы забыть. Так что, надеюсь, вам понравится, ребята. Давайте проступим. Итак, давайте приступим. Моё лицо уже готово, я нанесла тоналку и приготовила уже брови, так что начнем с праймера для теней Urban Decay. Беру палетку с Kat Von D Star Started и беру цвет Bangshi, это называется белорозовый цвет, и наношу по всему веку. Есть кисточки для растушевку, беру с этой же палетки Kat Von D, цвет называется Heaven Nose. Это такой темно, не то что темно-коричневый, такой ярко-коричневый цвет, и наношу его на складку века. И чтобы еще больше затемнить, я беру с палетки Smashbox Full Exposure темно-коричневый цвет, и наношу его сверху первых теней. Теперь беру кисточку номер 12 Anastasia Beverly Hills, беру цвет Lore Pro, цвет Espresso, и будем этой же кисточкой делать Kat Kris. И сверху, конечно же, растушевываю. С кисточкой для подводки беру с палетки Smashbox черный цвет, и будем наносить его под глазами сверху, делая базу перед жидкой подводкой. Вот здесь, как видите, я линию немножко приподнимаю вверх, ближе к темным теням, таким образом мне будет легче создать птичку жидкой подводкой. И, конечно же, наносим немножечко сверху, только в внешний угол. Передний лучше не ветров, когда мы сделаем это жидкой подводкой. Дайте мне секундочку, я быстро нанесу тушь перед подводкой. Сегодня я буду использовать две подводки, как маркер и маленькая с кисточкой. Так что маркер мне нужна, чтобы создать птички, а кисточка нужна, чтобы нанести именно в передний внутренний. В этом макияже самое главное, чтобы были линии толстые, подводки толстые, и чтобы не боялись немножко приподнять, например, птичечку, чтобы подлиннее было, точнее подлиннее. Так, с подводками, кажется, все. Беру палетку LOREC PRO, беру цвет purple и немножко затемняю мои, получается, cut crease, разрез класс, чтобы было больше интенсивности. Я прикрепила уже накладные ресницы, теперь приступаем к моделированию. И мне понадобится брендер Hull от Benefit. Это нужно для того, чтобы мое бледное лицо немножко дать теплого оттенка. А потом будем приступать к контурированию. Контурировать мой нос, мне кажется, только Benefit Hull, мне и помогает. Мне она очень так нравится. Она не слишком теплого оттенка, что может быть оранжевый нос. И приступаем к процессу Highlighting. Беру MAC PREP AND PRIME CONTILLER HIGHLIGHTER под цветом Light Boost. Его будем наносить под глазами, на нос, чтобы осветлить все места, где им необходимо будет, чтобы оно выделялось. Я обожаю этот Highlighting CONTILLER PREP AND PRIME LIGHT BOOST, что прям не знаю, какая большая разница, когда я с ним и когда я без него. Оно очень-очень действительно осветляет под глазами. И чтобы закрепить все, что мы нанесли, беру палетку для контурирования Anastasia Broly Hills. Беру цвет с бананом, чтобы сверху Highlighter нанести и закрепить. Обновляю сверху немножко растушевывая мой бронзер, потому что после Highlighter он, кажется, будто бы пропал. И приступаем к губам. Для губ мне понадобится помада NYX, называется Стамбул вроде бы, а карандаш обычный от ELF, правда не помню какой цвет. Но помадка NYX мне очень-очень нравится, он действительно классный, очень, как говорится, долго держится, цвета красивые, очень необычные. Ну что ж, кажется, все. Я очень рада, что я добилась того, что я хотела вам показать, мое вдохновение в этом макияже. Надеюсь, вы это получили, как и я сейчас получаю. Надеюсь, вам понравится. Не забудьте скомментировать, как вам это, как вам понравилось или получилось ли у вас. Мне будет очень-очень приятно. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.